Приветствую вас, уважаемые коллеги трейдеры. Вы вновь на канале Амаркетс. Меня зовут Виктор Пайнток. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Накануне рынке сколыхнула неожиданная новость, хотя, возможно, для кого-то она была и ожидаема, что Джером Пауэлл остается на второй срок. Соответственно, это спровоцировало краткосрочное укрепление американского доллара по отношению ко всем активам. Давайте разберем подробнее, что же у нас произошло и как действовать нам сейчас. Начнем, как обычно, с индекса S&P 500. Индекс S&P 500 вчера в очередной раз, обновив глобальный максимум, скорректировался и ушел практически до нижнего диапазона средних скользящих. По большому счету сейчас ничего такого сверхъестественного не происходит. Мы просто выполняем ту размерность, на которую мы скорректировались несколько торговых недель назад. Примерно 2-3 торговые недели. Поэтому ничего страшного, у нас продолжает быть в приоритете среднесрочно восходящее направление. Поэтому сейчас нам нужно просто определить зоны, откуда мы будем с вами покупать. Первой такой зоны является 46-46-46-39. Это циклический диапазон нисходящего коррекционного движения. Мы предполагаем, что коррекция не выйдет за рамки данного диапазона. И от этого диапазончика мы можем с вами спокойно покупать и держать сделки до наших дальних целей. Это 47-75-47-86. Также у нас есть неотработанная зона ликвидности. Верхняя ее граница 46-28 от этого уровня. Также можно покупать, если цена скорректируется до этих значений. Ну а пока что мы ждем завершения коррекции. Евро-доллар. Как мы и предполагали, снизился еще ниже. Однако видим, что чуть-чуть, буквально с погрешностью в 10 пильсов, мы не зацепили наш циклический диапазон. Сейчас цена корректируется в восходящем направлении. Поскольку диапазон мы не оттестировали, вполне возможно, что мы пойдем его дорабатывать. Поэтому пока что, дорогие друзья, мы в приоритете с вами рассматриваем именно сделки в нисходящем направлении. Учитывая вот эту размерность, которая у нас была чуть ранее, видим, что, в принципе, цена может скорректироваться до значений между первым и вторым уровнем сопротивления. Первый уровень сопротивления это 1.1289, более дальний уровень сопротивления это 1.1321. Собственно, от этих значений я рекомендую пока что продавать и целью выставить как раз верхнюю границу нашего диапазона. Ну а затем уже, когда цена зайдет в диапазон, здесь можно будет найти какие-то разворотные паттерны или отработать другие идеи по восходящему движению. Ну а пока здесь приоритет именно в шорт. Фул доллар. Как мы с вами и ожидали, произошел выход из плетового диапазона. Видим, что было закрепление, сейчас цена идет в нисходящем направлении. В короткосрочной перспективе у нас приоритет сейчас остается за шортовыми позициями, поэтому продолжаем здесь смотреть в шорт, продолжаем продавать. И цель у нас обозначается котировкой 1.33302. Это ключевой уровень, соответствующий структурному движению цены. Так что, если у вас открыты короткие позиции, то рекомендую перевести в безубыток и подождать завершение данной торговой идеи. Именно достижение ключевого уровня. После того, как достигнем ключевого уровня, у нас будет уже еще одно касание нижней границы трендового нисходящего канала. И там можно будет строить какие-то дальнейшие предположения, дальнейшие прогнозы с учетом того, как поведет себя цена при приближении к нижней границе. Но пока что смотрим именно в шорт. Так, идем дальше. Доллар и японская иена. Как мы с вами вчера рассматривали, сделали мы движение в восходящем направлении. Здесь пока что у нас все замечательно, все четко. Единственное, что мы не достали до нашей цели. Поэтому эти цели, наверное, нам нужно с вами будет доработать. Для того, чтобы доработать эти цели, покупаем от уровней 114.474 и 114.132 с целью в диапазоне 115.191.115.410. Собственно, по достижению этих целей здесь уже будем дальше смотреть, какие торговые идеи у нас новые появляются. Но пока что этот цикл восходящего движения нам все-таки нужно доработать. Поэтому рассчитываем именно на такой сценарий. Идем дальше. Доллар-канадец. Подоллар-канадцу явно восходящий тренд. Он продолжается. Не можем мы никак сделать нормальную коррекцию, чтобы нам с вами закупиться. Канадец умирает, поскольку умирает нефть. Доллар укрепился. Поэтому смотрим с уверенностью дальше. Какие цели у нас в дальнейшем? Ну, здесь из среднесрочных целей можно выделить пока что только одну область. Это 127.85.128.15. Давайте ее отметим. Собственно, по достижениям этих пределов уже можно в дальнейшем строить какие-то сценарии на продажу. А пока что у нас здесь явно только покупка. Тем более, что сейчас мы уверенно пробиваем наклонную трендовую линию. Тон трендовый канал, который мы строили с вами для отработки дивергенции, пробит уже давно. Ну, еще вчера, так что пока что мы с уверенностью движемся вверх. Ну, и будем ждать завершения как раз формирования вот этого восходящего движения, волны восходящего движения. Зон ликвидности здесь никаких новых нет, дополнительных границ движения цены нет. Поэтому просто мы, если есть у нас лонговые позиции, мы держим, ждем достижения цели. Если нет лонговых позиций, то фронтовые открывать не рекомендую, поскольку это опасно, агрессивная сделка против тренда. Ну, а что касается сделок в лонг, то покупаем от указанных уровней. Так, а давайте отметим уровни, кстати. Значит, у нас есть два ближайших уровня поддержки. Это 1,26,86, 1,26,64 и более дальние уровни поддержки. Это 1,26,28, 1,25,77. Собственно, вот такой сценарий получается. Идем дальше. Доллар-франк. Доллар-франк, как видим, все-таки в период американской торговой сессии прорвал ключевой уровень сопротивления. Даже было закрепление. Так что, в принципе, сигнал на покупку здесь был. Ну, правда, потенциал оказался совсем не тот, на который мы рассчитывали. Но, тем не менее, еще, как говорится, не лечен. Пока что цена немного корректируется в нисходящем направлении. И здесь, наверное, у нас будет с вами следующая идея. Обратите внимание, что прорвав локальный максимум, мы нарисовали слабую конструкцию. То есть, по сути, у нас есть вот такая наклонная трендовая линия. И сейчас очень важно понять, как пойдет цена дальше. То есть, у нас есть трехволновая слабая конструкция. Но есть неотработанные цели вверху. Поэтому, если вы держите лонговые позиции, то вы можете их смело держать и не бояться, что что-то пойдет не так. Но если цена будет пробивать наклонную трендовую линию, то при формировании паттерна 1-2-3 необходимо будет перевернуться и открыть сделки в короткую сторону в нисходящем направлении. И здесь у нас с вами потенциал будет. Давайте посмотрим. До котировок 0.91.40, 0.91.56. Вот до этих пределов у нас будет двигаться цена. Это будет наша цель при нисходящем движении. Ну а пока что мы смотрим именно лонг. Пока мы остаемся в пределах трендового канала. Идем дальше. Австралийцы. Австралийцы вчера, как мы и предполагали, пошел на отработку дивергенции, но успел отработать только половину дивергенции. Как видим, точечно было касание шпилькой. И затем цена развернулась и пошла в сторону укрепления доллара. Ну, собственно, цель по нисходящему движению у нас с вами сейчас немножко меняется. Она становится краткосрочной, а не среднесрочной. 0.71.75, 0.71.84. Ожидаем падения в эти границы. Отсюда уже ищем какие-то паттерны разворота или в агрессивную заходим в лонг. У нас есть еще более дальняя цель, среднесрочная. 0.71.0.17, 0.71.226. Ну, как вы понимаете, до этой цели нам идти порядка 90 пунктов. А это значит, что если мы до них пойдем, то здесь нас ожидает прям капитальное падение. Причем в область минимума, которые были сформированы в сентябре. Такой сценарий, конечно же, вполне возможен. Поэтому сейчас я и не рекомендую здесь в агрессивную покупать. Именно только после формирования разворотного паттерна, чтобы было понятно, куда выставлять стоп-лост. Ну, а пока что на текущий момент, в краткосрочной перспективе, мы смотрим именно в шор. Идем дальше. Новозеландец. По Новозеландцу мы прекрасно отработали вчера цели. Как видим, было направленное движение в нисходящем направлении. Таким образом, мы сейчас находимся в районе нижней границы трендового канала. Прорвав эту границу, естественно, мы полетим дальше. Цель в неду у нас с вами также присутствует. Это 0,68,44, 0,68,609. Ну, и основные идеи остаются у нас пока что именно в шор. Продаем мы от уровня 0,69,80, 0,70, 0,82. Ну, и цель у нас задана. В принципе, вот такой короткий сценарий по Новозеландцу. Золото. Друзья, мы дождались вчера, все-таки золото отработало наши цели. Итого, если вы продавали от тех границ, которых я рекомендовал, то ваш профит составил порядка 400 пунктов, что очень даже неплохо по золоту, можете мне поверить. Таким образом, сейчас, что мы с вами делаем? Несмотря на то, что средние скользящие у нас пока находятся в стадии сигнала о восходящем тренде, мы видим, что тренд у нас здесь уже явно не восходящий. Мы очень далеко ушли в противоположном направлении от диапазона средних цен, поэтому сейчас нам нужно вернуться. Есть два варианта, как поступить в этой ситуации. Вариант номер один. Поскольку мы сейчас тестируем уровень глубокой коррекции, все-таки от уровня минимальной коррекции у нас не было вообще никаких реакций, мы можем агрессивно купить вот прямо сейчас. Еще раз повторяю, это будет агрессивная сделка. Потенциал ее берется порядка 280 пунктов до ближайшего уровня сопротивления. Стоплот будет порядка где-то 500, будет порядка 50-60 пунктов, не больше, чтобы сделка была именно по максимуму безопасна. Ну и, соответственно, ждем этого коррекционного движения. На текущий момент у нас здесь нарисовалась небольшая слабость конструкции, но даже если рассматривать эту формацию как дивергенцию, то большого потенциала она, к сожалению, нам не принесет. Вот хоть мы здесь пробили локальный минимум, но здесь потенциал у нас, ну, где-то порядка всего лишь 70 пунктов будет. Так что хотите, можете попробовать отработать эту формацию. Не хотите, можете не отрабатывать, ради бога. Если вы не хотите заходить в агрессивные сделки, тогда я рекомендую вам просто подождать какого-то развития событий, а именно с учетом того, что тренд у нас здесь явно сменяется на нисходящий, давайте подождем коррекции и продадим от уже озвученного уровня сопротивления 1829.58. И это будет правильнее. Серебро. Серебро улетел вслед за золотом. Как видим, у нас расширился здесь трендовый канал вверх, и его граница осталась нетронутая, а вот нижняя переместилась гораздо ниже. Собственно, сейчас мы также здесь находимся возле границы трендового канала. Агрессивно, прямо сейчас, также можно зайти в сделку. И это будет, в принципе, тоже достаточно неплохо и вполне объяснимо. Но если мы посмотрим на серебро, вот таким образом мы увидим, что, в принципе, у нас до уровня глубокой коррекции мы еще не дошли, он у нас немножко здесь двинулся. И чтобы до него дойти, нужно еще немного скорректироваться. 23.807 уровень глубокой коррекции. Но если серебро пойдет также вслед за золотом, в восходящем направлении из текущих позиций, то отработка этого уровня будет уже носить совсем необязательный характер. Поэтому будьте внимательны, если вы хотите агрессивно купить серебро, то здесь лучше дождаться все-таки либо возврата в трендовый канал, либо формирования разворотного паттерна, или паттерна на продолжение восходящего движения. Это будет гораздо лучшее решение. Ну а что касается перспектив восходящего движения по серебру, то пока что можно с вами отметить котировку 25, ровно 25,109. Это циклический диапазон согласно последней коррекции. Собственно, вот такой сценарий по серебру. Идем дальше. Нефть марки Brent. Нефть вчера провела в таком небольшом флете, но по сравнению с тем, какое движение было в пятницу, действительно вчерашний день был не самый волатильный. Таким образом, мы нарисовали еще одну формацию вложенного дня. И здесь у нас с вами практически идеальные условия для того, чтобы отработать эту формацию. Предыдущая формация нам тоже очень хорошо помогла заработать. Надеюсь, что сейчас будет то же самое. Итак, смотрите, в чем состоит идея. Во-первых, мы прорвали трендовый канал и устремились вниз. Значит, тренд здесь краткосрочный, как ни крути, восходящий. Поэтому логичным будет продавать от верхней зоны ликвидности с целью дотяжения нижней зоны ликвидности в рамках текущего нисходящего тренда. И также будет логичным покупать от нижней зоны ликвидности, поскольку здесь есть у нас уровень глубокой коррекции на среднесрочном таймфрейме. И более того, это нижняя зона ликвидности у нас будет означать, что у нас закончилась очередная волна снижения. И здесь мы действительно можем получить очень хорошую коррекцию, с учетом того, что нисходящий тренд краткосрочный идет уже достаточно долго. С 10 ноября, ну, две недели, практически две недели идет нисходящий тренд. Так что, собственно, и тот сценарий, и тот имеет право на существование, поэтому просто выставляем отложенные ордера и ждем отработки. Идем дальше. Доллар-рубль. Долетели мы до наших целей. Всех поздравляю, кто дотерпел, кто додержал эти сделки. 75.027. Тестировали сегодня утром этот уровень. Ну, даже вчера вечером, даже по занавесу сессии торговли Московской биржи, был тест данной котировки. Так что, можно сказать, наши цели выполнены. Можно теперь немножко выдохнуть. Мы наконец-то поймали хороший разворот по доллар-рублю. Мы молодцы. Чего ждать сейчас? Сейчас у нас есть, опять же, несколько вариантов развития событий. Ну, во-первых, после достижения цели, я все-таки полагаю, что мы должны как-то скорректироваться, как-то немножко накопить ликвидности для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому предлагаю дождаться коррекции. Я отметил несколько уровней поддержки. Это 73.84, 73.228. Ну, и видим, что есть несколько размерностей, которые приводят нас в уровень 73.974 и 73.430. От этих границ можно покупать с идеями дальнейшего восходящего движения. И давайте посмотрим, какие же у нас цели будут мелькать в дальнейшем. Ну, ближайшая цель краткосрочная у нас находится в районе 75.53.75.83. Это, прям, совсем ближайшая цель. Вполне возможно, что если мы не пойдем на коррекцию прямо сейчас, то мы просто нарисуем здесь какую-то дивергенцию. И уже после этого пойдем на более глубокую коррекцию. Ну, возможно, кстати, так и будем, собственно говоря. Посмотрим по факту. Вот. Но если смотреть на какие-то более дальние среднесрочные цели, ну, давайте прикинем. Итак, возьмем от минимума. Так. Эти цели мы оттестировали, а вот эти цели не тестировали. Значит, вот они получатся, наши цели. Это будет у нас диапазон 76.85.77.54. Собственно говоря, вот этот цели мы будем ждать ценам. Такой сценарий по доллару-рублю. Так, и биткоин. Биткоин вчера вроде как сначала пошел по нашему сценарию. Рассматривали мы восходящее движение от уровня глубокой коррекции, но затем, как видим, упал снова до нижнего ключевого уровня. Сейчас вновь мы рисуем нечто похожее на двойное дно, поэтому если у нас будет повторение того сценария, который мы рассматривали несколько дней назад, то мы снова с вами сможем покупать от уровня поддержки и сопротивления. Так что, в принципе, здесь у нас идея по большому счету остается. Единственное, что если вы будете покупать, я хочу вас немножко оградить, что ли. Дело в том, что если у нас по итогу цена не преодолеет вот эту трендовую линию сопротивления, то, скорее всего, мы упадем еще ниже, где-то в диапазон 52, 140, 52, 928. Поэтому будьте здесь предельно внимательны. Если вы видите, что цена не идет, пытается пробить трендовую линию сопротивления, но он как не может этого сделать, рисует шпильки или отскакивает от нее, то лучше позицию прикрыть и дождаться конкретного пробоя этой трендовой линии. Ну, а там уж, поверьте, мы неплохо заработаем. На текущий момент у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Желаю вам приятной пробитной торговли. Пока. Продолжение следует...